Сегодня мы разберем одну занятную конструкцию, над принципом работы которой до сих пор спорят искатели свободной энергии и почитатели всевозможного антинаучного бреда. Так называемый подшипниковый двигатель. Его конструкция до безумия проста. Как вы сами видите, это всего лишь два обыкновенных подшипника, закрепленных на токопроводящей оси. При этом сама ось может свободно вращаться. Давайте теперь подадим на подшипники постоянный или переменный ток. Я беру переменку от сетевого трансформатора мощностью 160 Вт. То, что было под рукой. Включаю трансформатор. Пошел ток. Но вращения нет. Нужно его подтолкнуть. Вуаля! Добавим мощности. О! Он даже разгоняется. Напряжение при этом очень маленькое. Всего-навсего 1 Вольт. И это переменка. Вот сейчас я чуть-чуть добавлю. Опять скорость растет. Здесь не столько важно напряжение, сколько ток. Например, в этой конструкции он достигает 5 А. Лично мне, все это напомнило работу простейшего униполярного двигателя. Рамка с электрическим током вращается в магнитном поле постоянного магнита, который стоит внизу. Возникает вопрос. Почему же работает подшипниковый двигатель? Ведь никаких магнитных полей, воздействующих на вращающуюся ось, рядом не наблюдается. Ну, не считая магнитного поля Земли, которое настолько ничтожно, что просто не может оказать никакого воздействия на этот двигатель. Этому двигателю абсолютно все равно, постоянный будет ток или переменный. Главное, чтобы он был, и как можно больше. Ему все равно, в какую сторону вращаться. Это зависит лишь от того, в какую сторону вы его толкнете. Так как же он работает? Очень просто. Я предлагаю вам сейчас нажать на паузу и немного подумать, потому что вы удивитесь, когда узнаете, насколько простым был принцип его работы. Ну, а тем, кому эта задачка кажется несколько сложной, я дам небольшую подсказку. Во время работы этот двигатель греется, ну, точнее, нагревается со временем работы. Вот в этом направлении и нужно копать. Ну, а тем, у кого на подумать время нет, я просто расскажу, как он работает. Давайте рассмотрим схему того, как идет ток по нашей конструкции. Вот наш подшипник. Вот провод, по которому идет ток. Сначала он попадает на внешнюю обойму, откуда передается каждому шарику, и далее внутренней обойме, оси и следующему подшипнику. Это понятно. Теперь, вот в этих местах ток проходит через очень маленькую площадь касания, потому что шарики катятся по обоймам, касаясь, ну, минимальной площадью. Соответственно, при большом токе эта маленькая поверхность начинает сильно греться. То есть каждый шарик вот в этих местах терпит нагрев, а при нагреве любое тело начинает расширяться. И, соответственно, наши шарики как бы превращаются в такие маленькие эллипсы. Тем самым они как бы распирают обоймы, то есть практически клинят подшипник. Произошел нагрев, шарик расширился и заклинил. Но после того, как я ось немного прокрутил, дал толчок, это изменило ситуацию. Это все равно, что у нас была натянута тетива, а мы ее спустили. У нас провернулся шарик, и вот эти зоны нагрева ушли, а начали нагреваться другие зоны, ну, те, которые были более холодные. И теперь, за счет того, что есть инерция вращения, вот это расширение тепловое играет роль именно вот этого распирания и подталкивает вот эту ось вращаться дальше. Это практически, если бы у нас на пригорке стояло какое-то тело вращения, а мы бы просто подошли и подтолкнули его вниз. И дальше оно просто покатилось само. То есть вот таким вот простым способом, за счет расширения шарика, вот именно в местах касания их с обоймами, вся эта конструкция и работает. И напоследок, конструкция побольше. Ток 120 анти. Напряжение 5 вольт. Дети, ни в коем случае не повторяйте это сами. Особенно с папиным аккумулятором от машины. Это реально опасно для вашего здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова